здравствуйте мои маленькие любители экстремизма сегодня я буду готовить супер блюдо который если вы не сможете приготовить вы просто даже не люди нихуя даже даже не женщины вы вообще собаки блюдо очень простое значит индюшачий фарш с пастой болонезе и спагетти готовится в принципе конкретно трудозатрат минуты 3 поэтому остальное время мы просто ждем когда все это сварится и зажарится начну я как обычно я пришел из зала пришел зал и сегодня занимался днем толпа народа пиздец очередь за тренажерами какой-то сумасшедший жердяй со штанги с пустым грифом выполнял рывок и толчок занял пол зала кряхтел киргел орал и смотрел такими глазами вот разорвет ну не только меня всех окружающих вот такой пузо у него такое и вот такие руки короче делаю изначально себе сейчас пришел коктейль берем протеин сывороточный насыпаем в молоко это такой белково-углеводный коктейль будет чтобы мне удалось дождаться в общем-то своей жратвы значит сам протеин безвкусный совершенно мы его высыпаем сюда немножко сиропа карамельного сиропа и ванилин очень вкусно получается ванилин ну там чуть-чуть пакетик стоит 2 рубля на рубль ванилина ай блять все разлил ай блять ну ничего не насрешь не пожрешь начинаем готовить а чё начинать но в принципе как обычные инструкции читать не надо но раз уж как бы я вас обучаю готовки то зачитываем обжарьте 30 грамм мясного фарша добавьте соус поставьте обратно огонь в течение 10 минут подавайте со спагетти это для дураков жарить мы будем 700 грамм ну потому что что пустой соус жрать ну и конечно подадим со спагетти но здесь почему-то написано что готово 4 порции а у меня и 700 грамм получится 2 потому что вот этот соус рассчитан на кукольных старух на кукольных старух ты чё там в айфоне завис что там интересного пишут да пизда раисе все уже ну да сейчас вот опять замесет дороги все поврезаются коммунальная служба окажется не готова к внезапно выпавшему снегу вновь а чё там пиздец какой-то собирается ну да нет 4 сантиметра обещают это нормально мне кажется что если у людей отнять машины то я буду чувствовать социальную справедливость у меня же нет машины ты можешь обратиться знаешь кому human rights watch вот они 2012 год назвали худшим годом для прав человека в россии что случилось не знаю поправили все права гей парад что запретили гей парад гей парад не просто запретили потому что на кораблике был случай когда их с корабляка слезали и пизды дали а это который такой решили гей круиз что совершил в Питере а прохожие навешали вот знаешь вообще интересно если ты какой-нибудь хуесос или либерал или социалист ты можешь в европу предоставить документы что тебя в россии прессуют за политические взгляды и будешь там у них политическим беженцем ты знаешь я вот недавно читал статейку про таких вот политических беженцев правда они не российские были белорусские но суть это не меняет в общем ну какой-то любитель прав человека журналисты из белорашки съебался он съебался в польшу вот в польше короче ему не понравилось потому что там тоже права слегка попрали он хотел ты ебаться на улице да нет он просто хотел режим лукашенко свернуть ну короче ему не понравилось в польше он решил съебаться ну прям в оплот либеральности нет в скандинавские страны вот и короче описывает там жизнь в лагере для этих вот беженцев интернированных да там ногти полный пиздец а то есть как говно вот работников норвежскими тебя похую вот не то что похуй они тебя не довидят и там описывается история как журналистки значит с детьми и с мамашей больной значит кто-то в лагере живет то есть там пытаются выебать суданцы вот которые тоже в лагере арабы не считают белых вообще за людей суданцы принудить к толерантности норгия вообще она не считает всех норгия ну норвежцы а ты знаешь в чем самый прикол что вот эти все вышеперечисленные хуесосы могут съебаться а нацисты не могут то есть если ты скажешь я нацист меня здесь в россии притесняют реально сажают же на пж либералов не сажают на пж и всяких пидорасов не сажают на пж правозащитников не сажают на пж а нацист не может съебаться только в латинскую америку нас это же однажды съебывали с латинскую америку там и живут а гитлер на луне я тут анализировал короче как спасти белую расу надо разведать новую планету схожую по климату с землей и улететь но но при этом нам нужно оружие для того чтобы защищаться от земли потому что отсюда тут же плохо тут же экология полетят туда значит эти беженцы беженцы денег вообще на мало там все это но там же не будет лобби этого каганата лобби каганата не будет толерантности ноль пошли все нахуй и там значит планетарная оборона должна будет отстреливать корабли с беженцами я думаю надо будет этих пизюков туда сажать в эти ну специальные лазеры которые бы отстреливать пизюков которые хорошо браканой играют я хорошо играю а ну все значит пизюки даже не понадобятся я готов сутками отстреливать корабли с земли туда лететь будут все это обязательно так каплю масла вообще чуть-чуть на сковородке размазываем фарш из индюшательный он конечно все равно содержит жир сто пудово ну сто пудово проворачивали не только мясо но и всякую кожу шкулу ну так что давай поваливаем и так ну короче фарш поджарился слегка теперь берем соус берем секретные макароны секретные и сколько штук макаронов ну штук 78 макароны 4 или 7 78 давай читать 8 потому что и меньше не ем ну вот так вот но там нет там как раз примерно вот где-то так 15 73 так и наши в кипяток дураши совсем и железная рука так вот тут фарш готов ну приятного аппетита спасибо иисус нам за еду за еду иисус спасибо подписывайтесь на канал канал благословлен непосредственно иисусом освящен благословлен и анафема всем тем кто будет жаловаться на канал до седьмого колена и дети ваши будут прокляты и родители в день огненный сгорятся ли будете жаловаться на содержание роликов кстати канал кошерный и халяльный че охуелся я просто везде договорился а ты туда сходил? туда-сюда ну правильно а ингейка кстати да ее везде можно жрать ну все нормально кошерно-халяльно-веганское блюдо а вот скажи мне допустим тараканов жареную жрать в Китае это кошерно? нет почему? по земле бегом а они все жирают муравьев насекомых туда нельзя есть вот хитрые а китайцы выжрать реально? не думаю они же едят муравьев тараканов а то нет ежал муравьев кислые такие а эти какого? елочные побеги еловые ну я сейчас же в комнате у меня растет а мне не дал конечно же у меня растет у елки у меня елку и блядь ну это ты, а эту цыгадочку ее грызть начнет ну вообще в Китай хочу съесть смотрел клуб путешественников ну там короче они это они показывали жратву короче китайскую там вообще все там знаешь как вот креветки здесь жареные улитки, тараканы какие-то саранча, мухи и крабы прям все в масле жареное прям лешь и хрустит прям на улице продается да хватит, я тебе так ну блин, хочу съездить ну видосы поснимаю да нет, кстати, ну разу придашь сразу ну нельзя же ездить так, если ты никуда родители уже ездят да нет да нет как нет нельзя нельзя а ты куда ездил, слыхал-то ее? никуда а ты в Таиланд ездил? нет в Таиланд ездил? нет, не в Таиланд в Таиланд к мальчикам идет идет нет да ну ладно, вырежешь потом я в Таиланд был в Таиланде был в Таиланде был нет, я не заряжал туда ты знаешь, что в Вьетнаме половина женщин болеет туберкулезом а половина работает на вьетконгскую разведку да ебать можно только тех, кто кашляет там, кстати, есть отвратительный соус, который делают устухлые рыбы то есть они в чан какой-то специальный закидывают рыбу заливают какой-то хуйнёй, специи вот его держит это на солнце там запах такой специфичный очень стоит на улице из-за этого соуса и потом они его принимают пищу но я не решился у моих соседей на даче жили какие-то гуки корейцы они их пустили пожить в одном домике на несколько месяцев в аренду короче, они расплатились у них там ну там был брат-сестра, повелась бабушка, там родственники ну вот, заполонили все домики и платить перестали а короче, если им сразу деньги не забрать, то они говорят мы заплатим, только дайте вот ещё нам месяца, дайте ещё, ещё и короче, провоняли всю дачу селёдки тухлые всю вот идея тут, вот этот, ухландский крест который, может, говорит, за что я сидел она же родилась, когда был маленький я сделал такой же крест из досок вбил его посреди участка, значит, напротив этого дома с звуками и поджёг и закидал дом камнями там у мамы этой, у старой китаёзы приступ сердечный это выдержу потом вот, у мамы старый китаёзы сердечный приступ, а остальные питаются в панике и на следующее утро они отдали деньги и уехали кто, в Корею? я не знаю, куда они уехали а это из какой Кореи были? да хрен он дарь но суть в том, что единственный человек, кто мне сказал, что я сделал плохо, это моя бабушка ага ну как же ты можешь так издеваться сосед говорит, Максим спасибо, мы не знали каких избавиться ну и кошмар офигенно получилось вообще да, всё вкусно ты ты комментарии читаешь под видосами? нет а я прочитал вот, и в Корею сейчас написано, что типа бля, почему Аджей всё время доедает первым, а потом сидит и смотрит тарелку к Максиму а хуй ты доедаешь первое-то, тебя у вас на миску коса он никуда не доедает он оставляет бля, если осталась какая-то один как-то у меня товарищ тоже не доедал, дома там сахар не доразмешивал в миске в итоге жрал кошку и это и пиццу со стелькой ну я-то не рад, что я так не попадал потому что с вами что-то ешь, и я то же самое я-то не пойду а почему? ну и потому что я стал добрым аааа так нет, я в те времена жуткие, ни разу не садился до стула с иголкой ездить или что я тебе не подсовывал? ну я говорю ни разу еще не садился уважаемые телезрители объявляется значит война ну пошел ты я проверял себе блядь нет, на зоне, короче, ключ мне войну объявил я когда спал, он мне ночью, днем я спал он нашканал, мне это понял снега насыпал за шиворот я его поймал так пиздил и убил ему войну во-первых, я его тапки шурупом прикручивал к полу одеяло к штанам пришивал трусы к матрасу пришивал спит у нас трусы к матрасу потом от носка берешь, отрезаешь кочку сразу торчит потом значит зашивал штанины тоже смешно потом ему значит это на лоб надпись лох взял взял на руку здесь написал лох прям жирно-жирно по обратную сторону и он когда вынулся, ее что схватил как ты, айти череп, раздавлю, там раздавлю он вырвался и убежал здесь лох нанесло потом как-то ему гирку пришел с надписью шны ну там фамилия будет, а у него шны и пошел вот короче командовать да заебись да было? скучаешь, да? вот блядь, вот у меня бы жил здесь какой-нибудь такой дома сосед ага нет, ну он сам сегодня гирвался убью войну, приходит такой макс давай перемири я говорю, нихуя ну пожалуйста, ну давай, ну все я все осознала, я не буду сейчас вырубится ну все, я доел давай прощайся с Тарстасем благолепно покушали, белково до новых встреч пока